Всем тинч, дорогие друзья, у нас новое глубокое погружение в Смай 2, Item Experience, то есть новая система предметов, сейчас мы это все обсудим обязательно. Ну и, как всегда, по традиции, попрошу поставить лайк на канал, подписаться, если данный формат роликов вам нравится, мне самому интересно, на самом деле, смотреть эти ролики. Дэм, скоро Смай 2, парни, скоро Смай 2. Меня зовут Пом, я геймдизайнер в Смай 2, и я собираюсь рассказать вам о том, как создавать предмет. Так что в нашей текущей альфа-версии вы увидите процесс автоматической сборки. Это опция, которая... Смотрите, это на самом деле те же самые рекомендованные предметы, которые есть сейчас в Смайте, но все абсолютно новички в них путаются, они не понимают, подходят они или нет. Но вот с такой системой, когда ты просто будешь видеть и нажмешь одну кнопку, и она тебе будет рекомендовать что-то, плюс они подписаны, брузер, хайтабилити дэмэдж, то есть любой новичок просто, ну, я думаю, очень легко разберется в такой системе, и, ну, для новичков это очень круто, на самом деле. ...появится в начале игры и покажет вам два разных варианта, которые вы можете создать для своего персонажа. Мы приготовили их заранее, так что ты сможешь быстро запрыгнуть в них. Просто выбери один из них, если хочешь им воспользоваться. Еще и описание есть. Это даст тебе краткое представление о том, что он делает. Или же ты можешь нажать «Отключить» и действительно зайти в магазин товаров и получить там полную информацию о товаре. Когда ты зайдешь в магазин товаров, то увидишь, что большинство товаров изготавливается из компонентов. Ну, компоненты — это то же самое, что было, по сути, в Смайте, то есть Тир 1, Тир 2 и Тир 3. Просто теперь, я так понимаю, они более понятны будут просто даже визуально. Типа берем два топора, но условно я уверен, что они дальше расскажут. Типа берешь акс, берешь второй акс, получается усиленный топор. Дерево булав, состоящего из четырех предметов, у тебя теперь есть топор. И этот топор является основным компонентом для всех предметов силы, которые существуют в игре. И поэтому, когда вы нажмете на эту кнопку, вы увидите целую кучу улучшений. И именно так вы сможете определить, какие характеристики вы хотите получить. Так что, если ты не уверен, чего именно ты хочешь во втором шипе, ты можешь создать топор, зная, что тебе нужна сила. А затем, возможно, ты захочешь увеличить скорость атаки. Поэтому ты создашь лук, чтобы увеличить скорость атаки. Ну что же теперь ты видишь, что у тебя в инвентаре есть эти два предмета. Ты можешь видеть, во что они встроены. И это, естественно, приведет тебя к предмету, который ты искал в первую очередь. Так что главными изменениями в характеристиках предметов станут силы и интеллект. Ты знаком с такими понятиями, как физическая и магическая сила, но главное отличие в том, что все твои персонажи могут создавать и то, и другое. Здесь нет ограничений на предметы. Так что нет, ты создаешь только предметы физической силы или только предметы магической силы. Да, то есть теперь, теперь на самом деле вернется Емир через криты и скорость атаки и подобные билды. И на самом деле это очень круто, если они эту систему оставят в итоге версии Смайта 2, билдастрения выйдет вообще на новый уровень. Вы представляете, сколько контента и сколько возможностей будет у людей в Смайте 2? Это просто какие-то безумные сборки, где Емир будет через какой-то урон, через обилки, через скорость атаки, через силу. Блин, ну разнообразие будет... Понятное дело, когда придут киберспортсмены в игру, понятное дело, что все вот эти вычисления цифр они очень быстро найдут, найдут самые оптимальные билды, которые будут, естественно, метой так называемой, но все равно, трик-билды останутся, и люди будут ими пользоваться. Это будет на самом деле, ну, забавный экспириенс. Можешь создавать все предметы силы и интеллекта. Есть еще несколько незначительных изменений. Например, Лиф-СТА теперь является глобальной статистикой, которая влияет на все, а также КДР снова стал КДР. Но это не процент. На самом деле это увеличивает время восстановления в геометрической прогрессии по мере того, как оно становится все выше и выше. Ну, вот это круто. Не будет вот этих вопросов. А что дает вот эта процентная, там, не знаю, КДР и непроцентная КДР просто в цифру? Теперь будет все понятно сразу. Если тебе пишут, что у тебя 10% от 100, допустим, КДР, ну, вы поняли, да, как это будет работать? То есть 100% у вас, допустим, кулдаун на какой-то способности. Предмет дает вам 10% кулдауна, который режет. Соответственно, способность будет на 10% быстрее откатываться. Все, никаких там других цифр или еще чего-то. А вот это, кстати, очень интересный момент, и вот на этот экран нужно очень внимательно посмотреть. Теперь у всех по кулдауну, ну не по кулдауну, базовая сборка это битсы и ворды. Абсолютно у всех. Считаю ли я, что это круто? На самом деле да, потому что активки будут заложены теперь в Тир-3 предметы, а вот эти вот, ну, битсы, блин, битсы, на самом деле, очень важный артефакт в смайте. И, допустим, ну, битсы нелепо на данный момент брать какого-нибудь саппорту. Саппорт, естественно, берет какие-то активки для того, чтобы саппортить, но остается очень сильно уязвимым к контролю. Естественно, если это идет файт и какой-нибудь арес всех стягивает, все могут спастись, кроме долбанного саппорта. Сейчас будут у всех битсы и у всех будут ворды. Это очень хорошо. Активные средства на выбор, это имеется в виду то, что теперь будут активки спрятаны вот в те самые предметы. Шесть слотов, то есть теперь буквально вы шесть слотов можете собрать активных предметов. И все шесть из этих предметов могут быть активными. На самом деле для них выделены специальные комбинации клавиш, так что вы можете использовать их, когда захотите. Так что ты можешь думать об этом как о способе активировать свои пассивные эффекты без необходимости использовать какой-то условный триггер. Есть много различных активных эффектов, которые ты можешь привнести в свою команду. Например, есть гриб, который ты можешь положить на землю и который исцеляет... Этот гриб я уже где-то видел. Они где-то такое показывали. Есть один предмет, который сберет... Гриб исцеляет всю команду. А как это будет выглядеть? А если все члены команды, пять человек, возьмут этот гриб и в каком... просто буквально отойдут из замеса, поставят пять грибов, они на фулл выходятся? Жесть. Вот этот стазис я тоже в многих играх уже видел. То есть вы поняли, как он работает? Просто активный предмет, который, ну, условно, станет всех в какой-то определенной области. И Enemy, и, как бы, вас. Ну, это... Блин, я не очень люблю такие предметы, но я понимаю, что с тактической стороны, на самом деле, вот этот стазис очень сильно может изменить ход битвы. Если, тем более, в стазис попадут, ну, не только свои, так сказать, а еще и чужие, но при этом кто-то из своих останется за радиусом стазиса. Блин, ну, интересно, разнообразие. Так что это действительно очень мощные эффекты, но мы настроили их таким образом, чтобы они не были суперэффективными. Так что если ты хочешь пойти более пассивным путем, или если ты хочешь пойти более статичным путем, ты хочешь сосредоточиться на том, чтобы сделать своего персонажа настолько сильным, насколько это возможно, ты все равно можешь использовать эти сборки предметов. Здесь выбор за тобой, и это позволяет тебе... А, ну видите, они на самом деле, ну, уже говорят о том, что это будут балансные предметы. То есть не будет такого, что условно вот этот какой-то определенный стазис купленный может просто вот очень сильно поменять ход всей игры. Но это круто. Самому выбрать тот уровень активного использования, который ты хочешь использовать. Так что мы не ожидаем, что каждый должен обладать сверхвысоким уровнем производительности и выполнять целую кучу комбинаций клавиш, чтобы добиться успеха в Spike 2. Но для тебя есть дополнительные инструменты, если ты хочешь освоить этот стиль игры. В Spike 2 магазин товаров действительно преследует две основные цели. Мы хотим облегчить вам поиск нужных товаров, создав интуитивно понятный способ, который вы могли бы ожидать. Если вам нужна сила, вы начинаете наращивать ее, и в конце концов у вас будет предмет, который действительно делает то, что вы хотите. Я хотел, чтобы это произошло. Помимо этого, мы также хотим убедиться, что у персонажей есть возможность показать глубину своих различных стилей игры и предоставить игроку большой контроль над тем, как они хотят создать этого персонажа, независимо от того, выбирают ли они силу, инт или гибрид. Независимо от того, получают ли они вспомогательную статистику по сравнению со статистикой защиты. Или если они хотят перейти к активному стилю игры, который имеет целую кучу активных эффектов, которые действительно могут компенсировать... Посмотрите на сбор Эмира. Там и броня, там и булава есть, господи, еще и какой-то айтем с картинкой Хейдес скина. Мы хотим убедиться, что это то, за что игроки могут легко ухватиться и использовать, а не быть огромным препятствием. Обременительно переходить к такому стилю игры. Но также, если это не то, чего ты хочешь, мы хотим предоставить тебе возможность настройки, чтобы ты мог выбрать свой собственный уровень активного... Ну то есть поняли, что он имеет в виду? То, что если вы хотите, вы можете действительно собрать 6 предметов. И, кстати, я на стримах обязательно буду это пробовать, когда Смайд 2 выйдет, чтобы у меня было гига много кнопок, их все нужно будет забиндить. И как бы, ну, собрать какой-то просто супер билд с кучей используемых артефактов. Но при этом, допустим, если кто-то не хочет этого делать, есть куча предметов альтернативных, которые не будут юзабельными. И вообще, я думаю, в пользу юзабельности предмет потеряет какие-то свои основные характеристики. То есть на нем будут меньше силы, меньше интеллекта, допустим, но будет какая-то активная способность, скорее всего. А у тех предметов, у которых нет активной способности, соответственно, характеристики будут немного выше. То есть вы уже сами сможете вот жонглировать, так сказать, этими билдами, собирая либо гибридный билд, либо билд вот через какие-то активки. Но это на самом деле очень круто. Но у меня тут же возникает один вопрос, который не дает мне покоя, пока я смотрю этот ролик. А как это все будет реализовано на геймпаде? Они же сразу выходят на консольный рынок, да и в целом в тизерах уже показывали игру на геймпаде от ПК. То есть, ну, естественно, игра будет поддерживать геймпад. И получается так, что все эти кнопки нужно будет как-то биндить на консоли. Просто я не консольный игрок, именно мобо-игрок. Я понимаю, что, скорее всего, будет какая-то комбинация клавиш, которые будут использовать именно вот эти активные предметы. Но, блин, можешь пальцы сломать. Предметы также обладают такой же силой и интеллектом, так что они больше не делятся на физическую и магическую силу. И многие наши персонажи используют это в своих интересах. Так вот, мел, отличный пример персонажа, который, если вы хотите попасть туда, взмахнуть топором и нанести целую кучу урона, в значительной степени... И вы, вероятно, могли бы создать силовой билд, очень похожий на смайт ванной. Но мы также дали... У него, видели, ульта наносит 400 урона. Всего 425. И при этом его атаки... То есть, просто с руки... Вон, топор 280, а с руки он дамажил по 200. 500 крит вылетел! Прикиньте, 500 это крит, и ульта 400 там с чем-то, да, урона. То есть, это вот прям показательный такой билд, где ты собран именно с урон... Именно в урон с руки. ...не будет зависеть от вашего стиля игры. И вы, вероятно, могли бы создать силовой билд, очень похожий на смайт ванной. Но мы также дали ему возможность оценить уровень интеллекта. Так что такие вещи, как защита, которую он получает в этих двух случаях, и исцеление дождевым облаком в трех случаях. На самом деле, теперь они усилены интеллектом. Так что, если ты хочешь играть в более передового персонажа, танкиста, которого по-настоящему трудно убить, то можешь больше сосредоточиться на интеллекте. А для поддержки этого стиля игры есть гибридные предметы, которые придают ему силу и интеллект, что действительно хорошо для него. Ну вот видите, есть при этом еще и гибридные предметы. То есть, если вы хотите, чтобы тройка Чака очень сильно вас хилила, то вам нужен будет интеллект собирать. Но при этом есть, естественно, гибридные предметы для таких как раз-таки персонажей, как Чак, где на предмете будет и сила, и интеллект. Просто сил, допустим, будет меньше, чем на предмете, где фулл сила. Ну, именно предмет, который для Милли создан, да? Да, мы не можем дождаться, когда вы, ребята, возьмете это в свои руки. Скоро у нас появится наш альфа. Будет так здорово, если вы, ребята, будете там и на самом деле опробуете магазин товаров, и обязательно оставите нам свои отзывы о нем. Да, конечно, отставим. Блин, это очень круто, то, что они такую серию роликов выпускают. Очень круто, что мы с вами это разбираем. Поэтому, блин, очень много лайков на этих роликах от вас. Я очень вам благодарен. Пишите в комментах, как вам данный выпуск, Item Experience. Мне было очень интересно послушать. Я очень жду с вами два. Мне кажется, ну, блин, очень все сильно поменяется. И это прям, прям гига круто. Потому что сборки, айтемы, все будет переделано. Балансить, да, наверное, со временем будет очень долго балансить. Но в любом случае это будет круто. Поэтому спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующих видео. Не забывайте на канал подписываться. И всем ББ. Субтитры сделал DimaTorzok